А стройплощадка здесь обычная, да не очень. В типовой школе на 550 человек можно найти и оригинальная, к примеру, зона отдыха. Конечно, на ее месте сейчас стройматериалы, но вслед за ней появится и необычный объект, территория для опытов. Это зона, где будет заниматься разведением декоративных культур, растений, овощи, выращивать сами будут. И что здесь уникально, в этом конкретно проекте будет метеоплощадка. То есть это будут детки обучаться, если есть такая возможность и желание у школы, рассматривать метеоусловия. По стандарту здесь появится все, что мы привыкли видеть в типовых объектах. Блоки младших, начальных, старших классов, спортплощадка, два спортзала, слесарная, столярная, швейная, мастерские. Родители рассчитывают, что высоким будет качество и строящегося здания, и преподносимых здесь знаний. В школу уже занимают очереди. Я не живу в этом новом микрорайоне, но меня не останавливает нисколько ни дорога, ни общественный транспорт. Здесь прекрасно, я думаю, будут ходить. Просто это действительно современная школа. Этой школе, я думаю, позавидует любая наша городская школа. А многим длинная дорога до школы портит жизнь. К тому же действующие учебные заведения, что окружают этот район, переполнены в городе на 11 школ. Примерно 10 тысяч учеников. Новая, теперь уже 12-я, должна помочь. Эта школа нам просто нужна была еще много-много лет назад. Понятно, что эта школа не решит проблемы со второй сменой. И мы, если честно, на ближайшую перспективу такую задачу и не ставим. Мы просто хотим разгрузить школы существующие. В новостройке должны начать принимать детей уже с сентября 22-го года. Работы выполнены почти наполовину. Андрей Дриер, Николай Шилко. День с толком.